Наталья Комарова стала участником делового завтрака на Гайдаровском форуме в Москве. Традиционно на его площадке обсуждают важные вопросы социально-экономической сферы. В столице работает наш специальный корреспондент Милана Поварницына. Добрый вечер, Милана. Расскажи, чем отличается нынешний форум? Добрый вечер, коллеги. Хочу сказать, что особенность этого Гайдаровского форума 2018 в том, что организаторы решили уйти от панели и сконцентрироваться на докладах. Спикеров и их открытом обсуждении. И причем все россияне, в том числе югорчане, в режиме реального времени могут следить за всеми событиями форума. И хочу сказать, что в прямом эфире транслируются, по сути, ключевые сессии и дискуссии. Губернатор Наталья Комарова сразу же окунулась в работу форума. Вначале эксперты обсудили общественное здоровье как основу сильной экономики, где важную роль играет человеческий капитал. По данным ВОЗ, Россия находится на втором месте мире. По динамике показателей, отражающих общественное здоровье. К примеру, за последние несколько лет взрослые на 20% стали меньше курить, а молодежь в три раза меньше. Наш округ также занимает по всем показателям одно из ведущих мест. В Югре устойчивость экономики и сбалансированность бюджета позволяют инвестировать в здравоохранение, систему образования и спорт. И, как отметила Наталья Комарова, важно реагировать на все просьбы жителей округа и прорабатывать каждый вопрос. Активность людей и их требовательность к тому, чтобы было обеспечено то, за что заплачено, из бюджета или страховыми какими-то взносами, это одно из первых и главных правил. Впереди у нас очень много интересных проектов, важных, нацеленных на вот эти базовые показатели, которые оценивают состояние общественного здоровья населения. Еще одна из тем, обсуждение которой приняла участие Наталья Комарова, стала эффективность государственного управления. Как показала сессия, многоступенчатость системы управления порождает определенные проблемы внутри системы. Она неэффективна, а значит неэффективна расходуется бюджетное средство. Назрела необходимость многое менять. Прозвучали мнения разных глав региона, в том числе о том, что необходимо перераспределить полномочия и, что называется, провести инвентаризацию. А после этого на не просто долгосрочной, а максимально постоянной основе закрепить за региональным, за муниципальным уровнем источники финансирования, постоянные источники финансирования, с тем, чтобы они эти полномочия могли осуществлять. Вот это та задача, которая стоит в рамках бюджетной политики. Эту тему продолжат в рамках налоговой сессии. Будут говорить о том, как обеспечить финансовыми ресурсами все уровни власти. Ну, а в целом осталось еще два дня форума. И, по сути, по традиции, эксперты обсудят самые актуальные вопросы современности. На этот час у меня все. Спасибо, Милана. Напомню, это была Милана Поварницына. Наша съемочная группа работает на Гайдаровском форуме в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова